Друзья, приветствую вас всех на духовном завтраке. И сегодня утром я бы хотел вспомнить одну историю из Евангелия, в которой мы находим такой эпизод. Я думаю многие из нас это помнят, когда Христос вместе с некоторыми учениками был на горе преображения. После вернувшись с горы, он находит определенную ситуацию. Толпа людей, растерянные ученики и отец, который с нуждой пришел к ученикам. Марка 9 глава и мы можем прочитать об этом 17 стиха. Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватает его, повергает его на землю и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли. И потом идет дискуссия Христа с своими учениками, некий упрек в их неверии. Но интересный парадокс, что буквально, если чуть дальше прочитать историю, мы видим, что Иисус опять начинает говорить с отцом. И на просьбу отца он отвечает так, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, верую Господи, помоги моему неверию. И что интересно, вот такое ощущение, что столкнувшись с бедой, которая постигла его семью, в частности сына, мы видим, что вначале он начинает обвинять учеников. Он пришел со своей нуждой к ученикам, и они не смогли ему помочь. Нередко мы, сталкиваясь с какими-то трудностями, всегда склонны к тому, чтобы найти кого-то виноватого. Почему что-то случилось, или почему кто-то не помог нам. И всегда словно находится кто-то, кто виноват в том, что происходит, или в том, что ничего не меняется. И здесь интересно, что Иисус, говоря с отцом, словно обращает его внимание на самого себя. И он ему говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И дальше мы видим ответ отца, когда вот переключившись с виноватых, он смотрит на себя и находит, что действительно проблема, возможно, заключалась в нем самом, что у него самого не хватало веры, и вот это искреннее восклицание, где он говорит, верую, Господи, помоги моему, не верю. Вот оно и послужило таким толчком, таким катализатором к тому, чтобы ситуация разрешилась. И во всей этой истории какая мысль моя сегодня утром? Что подчас виноватых не стоит искать. Когда мы переключаемся и ищем решение проблемы в сфере собственной ответственности, так часто именно там ответ наш и сокрыт. Поэтому, друзья, давайте не будем стремиться к тому, чтобы кого-то обвинить, сделать кого-то виноватым. Во многом то, что с нами происходит, это результат нашего собственного выбора. Соответственно, и выход из наших ситуаций часто зависит от нас с вами лично. Поэтому, друзья, не будем искать виноватых, мы будем честно перед Богом признавать свои ошибки, признавать свою ответственность и с Божьей помощью достигать прорыва и ответов в своих обстоятельствах. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.